здравствуйте дорогие автолюбители в этом видео речь пойдет о расчете выхлопной системы именно на москвич на примере той которую я сделал на свой автомобиль ну начнем наверное с того как она получилась до какой результат какой ожидали какой вышел и стоит ли например вам делать точно также повторять то что делал я значит смотрите было два параметра по которым мы тестировали стало лучше хуже и как стало да это первый разгон от 0 до 100 и второе это эластичность двигателя разгон на второй передаче без переключения без ударов по сцеплению просто на 30 километров в час на второй передаче нажимается газ в пол значит стоит и смотрится разгон до 90 от 30 до 90 на второй передаче по этому параметру после поварки выхлопа и установки его кстати говоря пока на штатный глушитель то есть это еще не полностью система разгон от 30 до 90 на второй передачи уменьшился на одну секунду надо было где-то 8 и 8 стала где-то 7 и 9 вот примерно такие цифры то есть я считаю это очень даже неплохо одну секунду скинуть вот ну там 8 с небольшим это больше 10 процентов прибавки на эластичности поэтому ну как бы результат я доволен несмотря на то что она еще не доварена полностью это раз второе это разгон от 0 до 100 но тут результаты немножко хуже было 12 5 на стандартном выпуске пока 11 8 то есть это тот разгон который вот у меня на канале лежит вы его видели так ну вот такие вот результаты теперь как это рассчитывалось и из чего она делала что применялась кто смотрел мое предыдущее видео знает от чего надо отталкиваться при расчете выпускной системы это у нас объем рабочий двигателя объем цилиндра и объем выхлопных газов значит рабочий объем как мы все знаем полтора литра на данный момент у меня объем одного цилиндра получается у нас триста семьдесят пять сантиметров кубических и объем выхлопных газов как бы разогретых у нас получается 750 сантиметров кубических то есть это двойной объем вот этот вот рабочий цилиндр обороты на которых планируется эксплуатировать этот выхлоп снимать с него максимальную мощность мы берем 6500 оборотов в минуту и скорость потока в выпускном коллекторе у нас 110 метров в секунду распредвал 300 трехсотая фаза этот раз один я там точно не помню вот предоткрытие выпускного клапана и этот участок от предоткрытия выпускного клапана до верхней мертвой точки общая фаза у него 300 ну давайте возьмем фазу вот эту вот сейчас я еще раз нарисую что конкретно мы берем вот если у нас тут 0 это в мт это у нас нижняя мертвая . да грубо говоря то от предоткрытия вот нам надо вот эта фаза и до верхней мертвой точки то есть 180 плюс вот этот хвостик ну я честно точно не знаю я беру 250 градусов там плюс-минус ну может 260 может я не знаю я думаю тут уже катастрофически критически не повезет теперь собственно считаем сначала считаем площадь с равно 750 сантиметров кубических умножаем на обороты 6500 оборотов в минуту умножаем на 360 ну кому интересно откуда-то формула смотрите предыдущее видео так теперь у нас что там делим на 60 это чтобы перевести обороты в минуту в обороты в секунду делим на 110 метров в секунду и делим на вот эту фазу 250 и это все равно у нас это сечение вот этого вот патрубка который идет от головки и до сгона в один система у меня 4 и все это равно у нас тысяча шестьдесят три миллиметра квадратных квадратных теперь из этого нам надо найти собственный диаметр канал который должен быть это у нас сечение его миллиметрах квадратных находим диаметр диаметр равен 4 умножаем на 10 63 и делим на пи 3 14 так и это все равно у нас 36 36 39 36 целых 79 сотых миллиметра так получили диаметр канала под этот диаметр просто великолепно подходит у нас труба до 42 внутренним диаметром она идет не совсем точная от 36 до 37 миллиметров то есть в зависимости от проката там от производителя ну где-то 36 с половиной грубо говоря внутренней плюс минус 0 5 по внешнему она идет значит где-то примерно 41 42 стенка 2 и 8 ну сталюка шовная как видите шов ну стенка довольно толстая 2 и 8 то есть я думаю быстро не прогорит а там пока прогорит может что уже и новое начнем собирать вот вот это вот первичный пайпинг теперь надо его рассчитать длину она считается следующим образом берем так и равно объем вот этот вот 750 сантиметров кубических 750 что-то такое нарисовал вообще того руки замерзли плохо пишет 750 и делим на десять тысяча шестьдесят три миллиметра квадратных ну и на выходе мы получаем поделим на тысячу шестьдесят три так равно ну 071 да 070 так л равно 071 метра у меня в итоге получился коллектор чуть длиннее 075 ну сами понимаете это все конечно в идеале потому что ну рассчитать то рассчитать а вот эти все петли повыводить и вывести в какое-то место где удобно сделать сгон ну не всегда получается да с той длиной которой хотелось бы в итоге получилось это 074 075 при этом с очень маленьким разбросом так 071 метр это мы рассчитали первичный пайп 36 и 7 диаметр 071 метра длина теперь нам надо рассчитать собственно диаметр вторичного вот этого вот звона в 1 и считается он следующим образом диаметр большой равен 36 из 759 ну давайте 37 возьмем уже для округления умножить на 1 и 3 так ну это у нас диаметр диаметра такой трубы как бы нет ну так чтоб точно да сами понимаете поэтому примерно самое подходящее так двигатель крутится и все такое да я естественно примерно ищу с больших диаметров то есть вниз не опускаюсь ну сами понимаете дальше в данном случае лучше больше чем меньше поэтому применяется вот эта труба она не душка я забыл точно как называется 5703 по моему или что то так она то есть она по наружу где-то 57 миллиметров плюс минус опять таки они не очень все точные тут стенка троечка то есть внутренний диаметр мы получаем 51 ноуу честных 50 иди нету где-то 50 05 вот так ну 50 05 51 то есть в итоге у нас получился диаметр тот который у меня диаметр равен пятьдесят целых пять десятых миллиметра так диаметр есть теперь надо найти ее длину длина этой трубы считается следующим образом так как у нас тут немножко не расчетная мы берем смотрим во сколько раз во сколько раз она больше первоначального пайпинга то есть делим 50 50 05 поделим на 37 то есть одну трубу большую делим на меньшую и того получаем что она нас больше в один целых тридцать шесть раз так как сечение сейчас скажем так д д равно 1 36 д маленькая так как сечение у нас пропорционально квадрату увеличение точнее так как увеличение сечения пропорционально квадрату увеличение диаметра нам надо узнать во сколько же раз площадь поперечного сечения больше то есть мы один тридцать шесть один тридцать шесть умножаем на один тридцать шесть ну как бы квадратической зависимости получаем один один восемьдесят пять то есть что мы получили что с что тут написать что с давайте напишем его с 2 то есть с это вторичного пайпинга равно один восемьдесят пять с один первичного соответственно отсюда длина вот этого большего пайпинга который идет уже этой толстой трубой равна L1 L1 у нас 0,71 поделить на 1,85 так и того L равен 0,30 8 метра ну грубо говоря 0,4 или 40 сантиметров длина вторичной трубы и так кому это все было может нудно смотреть и уже потерялся в этих цифрах давайте я выпишу собственно характеристики уже коллектора что мы получили в итоге ну то есть все уже эти данные так давайте тут запишем да D1 то есть D маленькое равно 37 миллиметров это от головки до сгона D D большое сейчас D большое я пишу то что установлено те трубы которые установлены 50 0,5 миллиметра L L маленькая от головки до сгона у нас получилось расчетная 0,71 стоит 0,75 метра или же 75 сантиметров и L L большое у нас получилось 0,38 метра так вот это вот собственно те данные которые установлены на автомобиль кому было лень это все смотреть считать можете просто это записать и точно так же сделать если сделаете все правильно получите я думаю тот же результат ну вот собственно и все так что кому было интересно опять таки понравилось ставьте лайки кому очень интересно пробуйте варите делайте подписывайтесь на канал до скорых встреч всем удачи на дорогах